Да, конечно, она вот закончила как раз там все. Это где-то март должен быть, март, февраль. Вот где-то так. Не, у нее прекрасный результат, у нее великолепный. Я вам больше скажу, поскольку у нее эта проблема не единичная, мы с ней сделали подобную работу, переместили вниз Десну еще в первом сегменте в области 14, 15 и 16 имплантатов, а не зубов. И там великолепный, стабильный такой же результат. И она не сделала во втором только потому, что уже очень устала, даже хотелось какие-то все-таки иметь результаты, потому что все это длилось долго-долго-долго. А когда она сейчас закротезировалась, она пришла ко мне, она не у моего доктора, просто ортопедию делала. Она пришла ко мне и говорит, вот, Мария Александровна, что же вы меня не убедили сделать все-таки второй сегмент уже до конца? А сейчас, видите, вот не так смотрится, как все, что мы с вами прооперировали. Но это вот как бы мне уже так было и жалко, я уже столько ее все перерезала, там просто пришлось какие-то имплантаты убирать, переставлять, что-то там. Еще у нас такая долгая была ситуация, что я решила, что уже невозможно больше. Тем более все-таки надо давать должное, что все вот эти манипуляции, они протекают с последующими отеками, выраженными всеми. Хотя болевых очищений фактически пациенты не испытывают. По поводу, кстати, я с вами очень не соглашусь. Скажите мне, пожалуйста, как выглядит лучше сосочек? Вот этот или вот этот? Это не видно, да? На фонаре, знаете, которое слева? У меня не согласны. Да. Все на фонаре. А это инфекционирование, точнее? Все правильно, да. Как он называется, катаральный? Да. Да. А вот это правильный рост соединительной ткани, зрелый, спокойный и здоровый. И он абсолютно будет потом так же, как и здесь выглядеть. И все с ним. Ну, с ним все прекрасно, поверьте мне. Это все, это просто, видите, это был такой длительный этап. Вот такая история была. Она должна была все делать у меня. И у нее заболела мама, и ей пришлось уехать в Крым на неопределенное время вообще. То есть она там 4 года жила и выхаживала ее. А поскольку у нее все обвалилось, она пошла просто там и сделала. У местных умений? Да. Ну вот она мне еще позвонила, такая довольна. Мы при этом не теряли с ней какого-то контакта. Она мне позвонила, сказала, что Мария Александровна, я все сделала. Мне сделали за два посещения все зубы. Что она жила? А я как бы, зная ее, я ей на нижней челюсти просто приводила там тоже все в порядок, чисто продентологически. И мы там тоже превенитивно у Дисноу ей увеличивали и так далее. У меня прошла тоже многие такие курсы лечения. Я с ужасом подумала о том, что я все сделала за посещение. Она промолчала. А что я могу сказать? Уже же сделали все. Ну и, конечно, она приехала и пришла вот каяться. Ну вот. Вот ваш сосочек. Получите, распишитесь. Это, наверное, уже год, я так думаю. Нет, это еще вот тогда. Вот она запротезировалась. Только вот в феврале закончили 20-го года. Уже все конечное. Потому что там потом еще оказались работы внизу. На нижней челюсти пришлось удалять зубы. Еще ставить имплантат. За время пути собачка, короче, подросла. И план лечения изменился сильно. Что мы когда-то начинали с другого. Она потеряла вот этот зуб, к сожалению. Мне пришлось его удалять и ставить туда имплантат. Вообще по обидному пути, по итрогенному. Ей доктор зачем-то начала его допульпировать. Терапевт перфорировала. Стенку. И вместо того, чтобы сказать мне, она взяла, поставила туда вкладку. И естественно, что она накусила на временную коронку. И что там случилось? Перелом по феврорации. Очень обидная была потеря. Что у нее и так там своих зубов уже наверху не осталось. Они хотя бы какую-то поддержку все-таки дают окружающим тканям. И зубы-то здоровые у нее там были. Вообще на ровном месте у нее произошла такая история. Но вот это ситуация, где здесь еще это свой у нее собственные зубы. Мы вылечили с вами атрофический процесс на имплантате. Все у нас успешно, хорошо. Трансплантат стабильный. Никуда не девается, не умирает, приживается. Потому что мы теперь все знаем, что есть правила коэффициентов на мертвых зонах на имплантатах. Не остались вопросы у нас тут? Специально для вас. Зону забора трансплантата с неба. Какая? От первого маляра. От первого маляра. И дистально. Мы не забираем трансплантат в зоне прималяра, потому что там жировая ткань. И если вы его доэпитализируете и убрали жир, у вас остается миллиметр нежеспособного трансплантата, который не может выжить потом. В области бугра, что у нас есть? Почему там качество трансплантата самое лучшее? Четыре типа коллагеновых волокон, которые являются самым оптимальным материалом для строительства своей собственной ткани. Но не всегда мы имеем возможность, поэтому мы берем. Кстати, мы исследовали твердую мозговую оболочку, и оказалось, вот почему она утолщает биотип. Я долго просто не могла понять. Но все мембраны ставят, они не меняют биотип? А вот твердая мозговая оболочка меняет биотип. И оказалось, что она тоже содержит все четыре типа коллагеновых волокон. Первый, второй, четвертый. Первый, второй, четвертый. А третий нам еще неинтересный просто. Это микроскопия. Вы понимаете, что это аллогенов? Да, конечно. Я могу рассказать это и в конце. Алексей очень любит. Он сам сделал все препараты по гистологии, отсмотрел. Я просто делала само исследование хирургическое, доклиническое на животных. А он эти препараты, заготовленные, уже потом все отсматривал. И искал там правильные клетки, правильные препараты, которые потом уже добавляли в презентацию. Гистология не мой сильный конек в плане отсмотра препаратов. Я честно признаюсь, я с института, кроме крови по Романовскому гимзу, не могу определить ничего. Они для меня все на одно лицо. Ну что, вот традиционная история. Направленная тканевая регенерация в области переимплантитов с вовлечением костной структуры. Потеря костной структуры произошла. В принципе, очень управляемая история. Потому что, посмотрите, что здесь хорошо. Я не слышала. Восклеризация создана доктором специально уже. Нет, что здесь хорошо. Дефект включенный, да. То есть, как правило, это более благоприятная ситуация, конечно, когда мы имеем какие-то включенные дефекты. Помните все классификации дефектов? Что? Нет, по Кеннаде это другие. Это ваши любимые ортопедические. Спасибо. 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 Спасибо.